Проведем эксперимент. Имитируем аварию. Погодные условия плохие, сильный снегопад. По легенде столкнулись наши служебные машины и личные автотренера Центра высшего водительского мастерства Фарида Айндинова. Мы просим прощения у тех водителей, которые стали жертвами нашего непродолжительного эксперимента. Водители в потоке начинают нервничать. Ставим знак аварийной остановки, но не как обычно в двух-трех метрах от авто, а как по правилам в пятнадцати. Как мы сейчас мешать всем будем? И вас собьют. Как раз у водителей сейчас больше времени на то, чтобы плавно сманеврировать. Автомобили, вставшие на проезжей части, провоцируют новые столкновения. Таких видео в архиве Фарида десятки. Он обучает безопасности гонщиков, водителей и сотрудников ГИБДД 7 лет. И полностью одобряет новые правила и введение штрафа за пробку. Но на безопасность это однозначно будет работать в плюс. Водительская привычка смотреть на 50, максимум на 100 метров по ходу движения. И, конечно, подобное ДТП будет полной неожиданностью. Кульминация эксперимента. Терпение автомобилистов заканчивается. Сзади скопилась пробка. Чтобы не быть оштрафованным, мы должны покинуть место ДТП. Предварительно засняв его на фото и видео и даже опросив возможных свидетелей. Но удастся ли нам это сделать, как того требует правил. Уехать с места аварии мне нужно сделать фото для ГИБДД и перейти на другую сторону дороги. Инструктор не разрешает, слишком опасно. В попытках зафиксировать все мельчайшие подробности на фото аппарат, не выходить на проезжую часть далеко, осматривать приближающиеся автомобили, не пренебрегать световозвращающим жилетом, если ДТП произошло в темное время суток или в пасмурную погоду. В планах московских властей к 2016 году увеличить среднюю скорость трафика на 17% и сократить скорость поездки на 15-20% с помощью интеллектуальной транспортной системы. В любом случае штраф за пробку с 1 июля 2015 года тоже внесет свою лепту в свободу движения. Так что эти цифры станут больше. Продолжение следует...